Ну а тем временем Дональд Трамп продолжает подбор персонала. Вот появилась информация, что миллиардер Уилбур Рос одна из кандидатур на пост министра торговли. А Мид Ромни, который когда-то соперничал за кресло президента с Обамой, может стать госсекретарем. Хотя только недавно Трамп и Ромни были соперниками. Но почему такие перемены, разбирался Руслан Слепцов. Личный гольф-клуб Дональда Трампа в Бэдминистере практически полная копия Белого дома. Те же четыре колонны по центру, мраморная лестница, флаг США около массивной деревянной двери. Только не четыре, а три окна в ряд. Именно здесь, как будто уже в Белом доме, Трамп в течение двух дней проводил встречи с теми, кто в будущем, возможно, пополнит его новую администрацию. В воскресенье гостей было более десяти. Первые списки Мид Ромни. Кандидат-республиканец, который в 2012 году проиграл президентские выборы Бараку Обаме. Трамп и Пенс ждут Ромни на крыльце. Они улыбаются, жмут руки, хлопают друг друга по плечам. Все старые обиды забыты, а их накопилось достаточно. Вот что еще полгода назад говорили друг о друге Ромни и Трамп. Вот что я знаю. Дональд Трамп трепо и мошенник. Его обещания настолько же бесполезны, как и диплом его университета. Он держит американскую публику за идиотов. Мид Ромни выступил с достаточно длинной речью обо мне. Это совершенно не важно, но я все равно прокомментирую. Мид провалившийся кандидат. Он позорно провалился. И это была гонка, которую надо было выигрывать. Он умолял меня поддержать его. Я мог сказать ему, упади на колени. И он упал бы на колени. Теперь все это в прошлом. Мид Ромни основной кандидат на пост госсекретаря. Встреча длится больше часа. Обсуждает мировые вызовы и национальные интересы США. Журналисты ждут у крыльца. Выходя, Трамп поднимает большой палец вверх и говорит. Все прошло отлично. У нас была содержательная беседа о тех регионах, где у США есть свои интересы. Мы обсудили значимые проблемы. Я благодарен избранному президенту за эту возможность. Еще одна важная встреча. Отставной генерал Джеймс Мэттис. Ему прочит должность министра обороны. Бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США. Он руководил операциями на Ближнем Востоке. Культовая фигура для американских морпехов. В прессе его называют не иначе, как Джеймс Бешеный Пес Мэттис. Вот лишь несколько цитат, которые объясняют почему. Вы можете быть вежливыми, профессиональными, но у вас всегда должен быть план, как убить любого на вашем пути. Вы приезжаете в Афганистан и видите парней, которые бьют своих женщин за то, что те не хотят носить эти вуали. Вы знаете, это не люди вообще. Поэтому чертовски весело убивать этих отморозков. Правда весело обстреливать их. Буду честен с вами. Я прошу вас, не вставайте у нас на пути, потому что иначе выжившие будут писать о том, что мы здесь сделали ближайшие 10 тысяч лет. После встречи Трамп назвал Мэттиса потрясающим, замечательным человеком, крепким парнем. А вице-президент Майк Пенс добавил, сейчас Мэттис основной кандидат на должность главы Пентагона. Место пресс-секретаря Белого дома вместо сдержанного и официального Джоша Эрнеста может занять Лора Ингрэм, одна из главных акул американского шоу-бизнеса. У нее личное шоу на радио. Она приглашенная звезда телеканалов Fox News и ABC. И, кстати, культовая фигура для республиканцев. Спич-райтер самого Рональда Рейгана. Она сама причисляет себя крайним консерватором. Помогала она и Трампу, участвовала в подготовке к дебатам и была советником в предвыборной кампании. Что касается других гостей Трампа, есть кандидаты на пост министра образования Бетси Девос и Мишель Ри. А также Тодд Рикетс, возможно, будущий министр финансов. Что отметили аналитики, большая часть тех, с кем встречается Трамп, независимые бизнесмены или опальные госслужащие. То есть те, кто не относится к действующему политическому истеблишменту США. Издание Washington Post в статье под громким названием «Трамп, первый независимый президент» и вовсе предупреждает. Такое пренебрежительное отношение к элитам может обернуться для Трампа бедой. Журналисты прогнозируют, если республиканцы и демократы объединятся против избранного президента, дело может кончиться импичментом еще до конца первого срока. Руслан Слепцов, Матвей Попов, Вести. Продолжение следует... Продолжение следует...